так это второй образец на андроиде 2 и 3 мне здесь нравится что это лаунчер посмотрите я включил радио ячейки выбираются вот так вот из классно возвращаетесь видите да чистота установлена здесь это лаунчер прикольный также можно радио сюда вот эта штучка листается экран немкосной сейчас видите яркий такой ну классный на уровне рудровера наверно выбираете радио да вот она выходите из радио нужен там bluetooth bluetooth книжку экспортирует но не поддерживает пока регистр зависимый поиск надо будет это подправить мы экспортировали записную книжку телефон не подключен сейчас не работает из минусов что при входящем звонке на экране могу видеть только экран bluetooth дальше 9 в отличие от кафа и там так далее не стрёмно я бы сказал симпатичный сейчас мы включим китайскую девчонку чтобы она вам пила естественно не audi это toyota нам пофигу роготип значит может быть изменено причем легко сейчас я покажу видеоинтерфейс это слово да вот включили дисочек музыка качает нет еще не качает пока загружается вот видите да высказывает ли с отдельным по множеству сужели по папкам не раскладывать на работа короче плеер не страшно на вид она проработать чтобы по папкам тоже раскладывают чтобы можно было серфить потому что скорее всего все на диск записывают папками здесь данной функции нет дальше музыкальный плеер вот собственно такой все кнопки нарисованы под палец зашел добавил в лист песни который нужен по папкам вот так свой лист и просматривать что удобно это штатный плеер вы можете его заменить да работает функция видеорегистратора вот сейчас камера подключена вот здоровая балда включаем запись видите да игорек машет ручкой но угол обзора так себе у камеры но здесь найдите хорошую камеру будет автоматически регистратор работать задача главное чтобы запускалась данная программулька при старте так что еще у по лаунчеру гоняем вот так покосить арбузы по убивать всяких уродиков маркет работает файл менеджер ну короче интерфейс меня прикалывает он такой под автомобиль нарисован так что так можно переключаться под одну ну или выйти на основной рабочий стол дизайн конечно не пода не андроидовский используем тут лаунчер переработан видите каждая иконка она затюнинг нового затюнингована голосовой поиск естественно работает сейчас hello connection проблем мы не подсоединены к вай-фай но я тестировал до этого поверьте работает ямкостной мультитач тоже не показать потому что вай-фая нет так давайте погнали в настройки здесь система в принципе собрана точно так же дисплей яркость тудым-сюдым элемент settings смотрите вот двигая штучку меняется цвет лаунчера прикольно мне нравится вот ведь и желтенький стал с этим перейдем для меня шрифт большеват поэтому я наверное сейчас его поменяю а в андроиде нет такого сожалению ну главное что меню под палец нарисовано это важно чтобы без машине без проблем для юзать что касается тачскрина им косной отзывается четко попадаешь первого раза как правило видите да без проблем все быстро работать навигация летает что говорить аппарат прикольный но из маркетинговых соображений мы будем все таки развивать android 4 1 которые видели в предыдущем видео обзоре так посмотрю я еще не видел нету колхозности как у продукции завода корид продающиеся под айбис к 4g так далее это еще одна программа не под видео регистратор скачанность маркет это понимает до вот собственно и все вот такой эквалайзер здесь ошибка бак видите нажимаю на навис запускается эквалайзер точно такое же решение нужно добавить диски пакет вот собственно и все спасибо с вами был я медведев евгений компания redpower.su голосуйте за какой android лучше будет вам стас переведи сюда им косной экран можно будет поставить сюда также сюда разница системе эта система 95 процентов готовности это при цена процентов на россии месяц готовности я думаю в течение двух-трех месяцев то и меньше мы полностью подготовим качественный продукт для российского пользователя и будем так сказать завоевывать российский рынок спасибо небо зя не жезла